я вас приветствую на канале в этом уроке с вами хочу повредить и веб тестирование я вам подготовил несколько сайтов которые с различной баги и мы как раз будем смотреть негативное тестирование мы будем вводить с вами невалидные данные отрицательные какие-то значения и будем встретить какие баги будет нам отдавать сам сайт я на этом сайте не регистрировался не авторизировался и как раз можем проверить саму форму регистрации авторизации если кликнем на юзера откроется вот такая моталочка и мы можем кликнуть на кнопку вспомнить пароль и допустим давайте введем вот какой-то адрес на латинице и добавим еще немного кириллицы и кликнем reset password и мы как раз видим что у нас появилось уведомление о том что мы можем перейти именно к себе в мэйл и чекнуть и наши пароль именно перейти по ссылке это является багом потому что первое я вел невалидным мэйл он состоит как с кириллицей с латиницей таких мэйлов не существует а второе заключается в том что я на этом сайте не авторизирована и они мне прислали форму обратного связи на не авторизированного пользователя то же самое можем проверить логин опять же мы сюда ведем так вот и какой-то роль и кликнем именно зайти в аккаунт мы пишем что неправильный мл и пароль так что все окей тут все сработало нас не пустили и давайте попробуем туда если у нас нету аккаунта мы попытаемся зарегистрироваться у нас идет кого-то форма регистрации мы опять же попробуем вести что-то невалидное сюда потом сюда ведем что-то так так и пароль капота скопируем ставим и совсем согласимся и и нажмем на создать аккаунт и видим что у нас еще один баг появился у нас модалка вылетела аж вот сюда вот если мы это перепроверим до появляется модалка тут это тоже еще один кубах она конечно предупреждает о том что идет ошибка авторизации и мы попытаемся вести другой как будто никос никос и дальше мы кликнем атак у нас тут идет что должны быть опять модалка улетает в другой угол и пишет у нас должны совпадать пароли мы оставили и кликаем нет он к такой не подходит и мы давайте ведем так так и вот так его скопируем ставим и кликаем и они предупредили что тоже мало не валидный но хоть и в начале когда мы с вами авторизировались мы могли вести с вами невалидный мэйл и он прошел окей мы можем делать по-другому мы это все уберем и просто оставим допустим просто кириллицу оставим пройдет ли такой кейс тоже не проходит им давайте просто же ведем какой-то на лутинице и посмотрим пройдет и в таком случае ну да он в таком должен пройти да вот у нас идет долгая загрузка и мы зарегистрировались в отходе вели немного невалидные данные это было именно связано с регистрацией авторизации и если мы перейдем самый низ вот почти до футера доскролить надо будет и увидел такую формочку если мы кликнем на эту кнопку мы можем заметить что нет никакой опять же и валидации на это поле и мы можем сюда опять что-то вести невалидно проверить да вот допустим так опять смешаем кириллицу с латиницей и кликнем и мы тут пишется что у нас и невалидный именно адрес но тут все окей кроме того что нету никакой уведомление валидации если мы кликаем на кнопку и у нас идет пустое поле это тоже является багом по валидации нет уведомления следующая мы можем выбрать какой-то товар давайте перейдем закажем у нас должно в корзинке отобразиться ну да вот мы кликаем в корзинке у нас отобразился отобразилась она единица товара у нас прошу действительно 18 лет окей и давайте еще раз перейдем еще что-то закажем какой-то товар сюда зайдем и давайте несколько единиц вот так данным добавить корзину у нас две единицы да опять же когда спрашивайся на не авторизированный у нас постоянно то спрашивать вот это нормально еще такое скажем сейчас покажу саму сути баги тут будет 10 товаров плохо то что я не могу ввести они вот могу ввести 10 добавим еще 10 единиц и если мы перейдем в наш нашу корзину и как раз видим в деталях что он запомнил мой прошлый мл который вводил но как бы он является валидной если мы коллективным редактировать наш заказ и у нас есть вот тут 10 единиц этого товара и мы можем убрать 2 окей он должен пересчитать есть у нас тут 10 остается 10 отлично и есть сейчас еще раз час 8 и мы играем он посчитал до 9 баг был в том что я убирал из корзины единицу товара любую так еще можем убрать и он не обновлял саму иконку корзинки они видно это починили потому что вот 8 осталось сейчас еще раз я попытаюсь это убрать 5 до манер это у них работает а сама суть том что я до этого тестировать от сайт и каждый раз когда я убирал по одной единице товара из корзины тут счетчик не обновлялся никак и как раз это не был улыбах я хотел воспроизвести но вижу что все окей следующее сейчас посмотрим еще раз всем окей и сейчас все-таки машин полмается было 7 тоже отлично и давайте сделаем по-другому туда мы возьмем сюда ведем какое-то отрицательное значение ведем минус 10 еще раз видим что вот если вести какой-то просто пустое значение у нас выдает сразу же на настка и не должно давать это дает нам сервера что у нас когда ничего нету отдается между между вместо 0 должен отобразить должен отобразиться 0 у нас отображается просто на час беру это все время это тоже баг по действия мышцам должен быть 0 или он должен исчезать но у нас просто отображаться надо и потом возвращается одна единица и становится один это тоже мы отнести к бабу и давайте я еще кое-что вам покажу что этот видео если вернуться на сайт и кликнем сейчас добавить тут ничего не отображается в этом все ходе клику на лайки странно дам тут что с лайком мы раньше у меня добавлялись мои фавориты хоть и был не авторизированные тоже как бы я не мог себе ничего добавлять фаворит по что не авторизированный пользователь но это тоже работает и если вы это сети сайт и вот если вы не авторизирован можете что-то добавить все фавориты не авторизированным и нерегистрированным пользователям это тоже можно отнести к багу вот и с этим сайтом я все вам рассказал в принципе тут ничего такого сложного нету но вот видите что вот если выводите какие-то даже невалидные значения или просто вы можете нажать на какую-то кнопку и не появляется валидации тоже тоже можно выписать как баг следующий сайт которым хочу показать тут тоже относится к сладостям и доставки из всяких вкусняшек мы видим что самое первое вкидается в глазах у нас идет вот кого-то бордер изображение на весь экран и видим что она не растянута не полностью и тут идет белая полосочка вот к этому можно будет отнести небольшой бах поверстки потому что не полностью заполняет весь экран вот сюда доступна для него область еще что хотел показать и есть и так вернуться обратно на этот сайт сейчас еще один и зайти в поиск что-то ввести сюда вот так нажать искать тут нет ошибки то что поиск ничего не нашел и ничего не выдал поиск вот как раз тоже тут есть все баг вот тут и выдала вон при спрашиваю что вот так может что-то найти вот если вести кирилльцам но тут он написал что он уже ничего не можете вот у него будет время от времени если мы сейчас очистим куку и зайдем в поиск и что-то ведем у нас нет ничего на в строке то что он не может найти или просто вожу кириллицу из-за этого он показывает он не понимаю что он ничего не может найти но на английском тоже тоже не сразу же не отображается это уведомление что нет ничего по вашему запросу вот как раз тоже можно потестировать такое также поиск но у меня было так что я один раз тестировал в отделке то не валидные данные и в поиске выбивала 500 страницу а то считайте северная ошибка идет и то же самое давайте вернемся сюда и тут что хочу показать мы можем выбрать какой-то товар добавить его и что и видим тут какая-то очень странная верстка потому что видим что ваш чуть-чуть наверх и закидывает давайте посмотрим сюда вот тут нормально отобразилась а тут скорее всего тоже хорошо или тут был кэш у меня сейчас его очищу потому что не было описание и видно что изображение под самый верх подбросила да тут окей она то скорее всего был кэш или нет вот видим что это было не кэш это все-таки был бах потому что видим что вот так вот очень сильно прижимают к верху само изображение и давайте возьмем добавим что-то тут так самым ведем 10 единиц добавить пускать 10 будет и до построить и самое странное вы видели что изначально я вел даже было 111 не сюда записала одну единицу это еще один бах давайте его попробуем еще раз воспроизвести закажем что-то еще еще какие-то конфеты и тут будет опять сто одиннадцать вот но 110 смотрим давайте он потому что было больше нам увидим что я опять же вел такие данные 111 и она сюда добавил просто еще одну единицу у них или не указали валидацию какое количество товара мы можем добавлять себе в корзину или это еще один бах на склоняюсь тому что это бах потому что нету и не валидации и добавил просто еще один товар в корзину ну давайте выберем еще вот это нам не надо будет выберем еще что-то из нашей товаров что у нас есть предложенных давайте выберем кофе просто выберем как будет 10 мы добавили это же добавилась одна единица окей у нас есть два товара и давайте сюда ведем какое-то невалидное значение ведем минус 10 мы видим что появился ноль идет обработка страницы появилась вот какое-то предупреждение и все она исчезла и видно что валидация тоже не сработала на ну сработала валидация на отрицательное значение она все обнулилась но по идее если правильно все было должно было сделать ей не должен был обновиться и даже просто выставиться было то значение которое было у нас изначально у нас было допустим 1 единица товара или было бы у нас 10 единиц товара она должна остаться 10 единиц товара или одна или две но она не должна полностью скидывать наш товар это как раз еще один бах такой если мы вернемся сейчас я покажу если получится у меня получилось именно поломать что у нас полностью скидывалась корзина сейчас опять веду давайте вот так мы же будет добавить 10 единиц окей да мы тут у них что тут у нас 13 у них что или день реальный баг с тем что то количество которое мы добавляем добавим тут 14 сейчас на все 14 давайте тут ведем минус 5 смотрим как нам отрабатывать получится ли мы его полностью поломать не поддается ведем так и окей если уйдут сес товар вот я убрал все товары из списка ну и видим что у нас вот появилась вот к вот поломанная кнопка и второе 7 обратно внимание у нас постоянно еще здесь прогрузится страница на пытается что-то обработать найти потому что у нас все уже нет и потому что прошлый раз когда я то смотрел у меня был постоянно долгий лаутер она пыталась что-то найти какой-то спрос отобразить так видим что поломалась кнопка у нас появилась надпись и еще у нас поломалась иконка или изображение с надписью вот так можно было при вводе отрицательных значений полностью поломать и нашу корзину которую мы тут имеем и давайте посмотрим что у нас тут поиском у нас есть какой-то поиски тоже вот так вот проверим и мы видим что тут то что мы не что-то невалидно вводим она как раз отображается в такой валидации и давайте что-то по кириллице видео он отобразит да он отобразил я еще предлагаю сделать тест на том как будет быстро загружаться сама страница его довольно часто провожу в моих уроках через сервис google page speed он показывает как скорость загрузки страницы именно на компьютере или на мобильном устройстве и сейчас я ставлю адрес нажму анализировать сейчас придет некоторое время и мы видим что дает 34 процента оптимизациям самого сайта под мобильное устройство если перейду для компьютера будет 74 но 74 75 это ну лучшее считается когда идет выше 75 что оптимизация для компьютеров а вот для мобильных телефонов очень плохо показывать всего лишь 34 процента оптимизации и как раз мы можем мы внизу увидеть что у нас именно больше всего грузит у нас не адаптированные изображения они не приведены в необходимый формат и не очень много весит и если видите что тут написано используйте современные форматы изображения мы переходим и тут показывается сколько может сколько весится сколько может весить изображение то что именно позволяет у пользователя потреблять лишний трафик интернет трафик имею ввиду и то же самое мы видим что это очень сильно влияет на загрузку самого сайта именно с мобильного устройства и как раз еще часто выходит так что мы можем посмотреть следующее это идет java script удалить неиспользованный код java script который тоже показывает что за меня занимает лично место и то же самое это влияет на загрузку изображения вот это в основные спекты что я хотел показать именно по скорости загрузки сайта и есть ссылка будет в описании на page speed и вы как раз можете тоже взять любой свой сайт или у вас какой-то проект из которого тестируете как раз можете прогнать через этот инструмент и посмотреть насколько быстро загружается ваш сайт так что на этом спасибо пишите в комментариях что вы думаете об уроке или есть у вас какие-то вопросы или предложения ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока